Вы спасли нас. Только подумайте. Вы увидите свою дочь и дочь своей дочери. У вас соединение семьи. Но я ведь должна была умереть. Уже нет. Но... Сюзи. Моя внучка, той, кем она должна была стать. Может, теперь не станет? Ну, капитан Аделаида вдохновит ее лично. Различия в деталях, но история все та же. Ты не можешь этого знать. И если моя семья изменится... Вся история может тоже измениться. Будущее человеческой расы. Никто не должен обладать такой властью. Тяжко. Вы должны были оставить нас там. Аделаида, я и раньше так поступал. Но в меньших масштабах спасал маленьких людей. Но еще ни разу таких важных, как вы. Как же я хорош. Маленьких людей? Что, таких как Мия и Юрий? Кто определяет, насколько они важны? Ты? Очень долго. Я считал себя просто выжившим, но это не так. Я победитель. Вот я кто. Победоносец, повелитель времени. И никто тебя не остановит? Нет. Так нельзя, доктор. Мне плевать, кто ты такой. Повелитель времени, победоносец, это неправильно. Это уж мне решать. А тебе пора домой. А, заперто. Давно тебя не было. Проще простого. Все в твоем распоряжении. И нет ничего тебе не подвластного? Больше нет. Субтитры справедливо. Некролог Капитан Аделаида Брук умерла в 2059 году. На Марсе. На Земле. История выживших Брук спасала Землю. Юрий Керенский и Мия Беннетт назвали Аделаиду Брук, совершившую самоубийство, героической женщиной. Сьюзи Фонтана Брук не по стопам легендарной бабушки. Мне плевать, кто ты такой. Повелитель времени, победоносец. Это неправильно. Я слишком далеко зашел. Это все? Моя смерть? Время пришло. Моя смерть не по стопам легендарной бабушки. 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 Нет.